На разговор главе города виновники происшествия не сразу согласились прийти. Внезапное плохое самочувствие едва не сорвало беседу. Анатолий Пахомов во время общения без посредников пытается выяснить, зачем нужно было лить краску в канализационный люк. В числе приглашённых – руководители Сочи-холод, на территории которого всё и произошло, и слесарь-ремонтник. Это тот самый человек, который два дня подряд вгонял в краску Хлудовский ручей. Говорит, что всё осознал и искренне просят прощения. Свой поступок объясняет производственной необходимостью. А что вы вываливали? А что это было? Вот эмульсованная краска. Ну, понадобились бачки эти для воды. Кому именно понадобились? Для работы. Про таких, как он, говорят, трудяга и отличный работник. Помыть баки из-под краски вроде тоже хотел во благо общего дела. Но за последствия отвечать всё же придётся. И хотя значительный экологический ущерб природе не нанесён, пробы воды не выявили опасных веществ. Этот случай показательный. Пример, как банальная халатность одного человека может повлиять на жизнь многих сочинцев. Как привыкли сбрасывать свои стоки в реки, так и продолжают это делать. Мы подняли вопрос по полной программе. И говорим, люди, что вы творите? Вы уничтожаете сами себя. Вы просто уничтожаете сами себя. Вы посмотрите, вы оглянитесь. Воспитательной беседой дело не ограничится, подчеркнула Анатолий Пахомов. И такого не слишком приятного общения можно было бы избежать. Достаточно заранее думать о последствиях. Я прошу извинения у всех перед жителями города за этот вопиющий случай. Конечно, не снимаю у себя ответственность. Человек, который это сделал, сделал по своему недоумению, по своей глупости. Он, конечно, будет очень наказан. Впереди расследование правоохранителей. Каким будет наказание, решать вышестоящим инстанциям. Так или иначе, внимание к предприятию отныне будет особым и со стороны городской власти. Анатолий Пахомов потребовал навести порядок на территории Сочи-Холод в течение пяти дней.